Книга «Открытым оком. Первый том». Вопрос 256. Политика. «Если присягу нельзя принимать, тогда почему в дореволюционной России присяга широко использовалась?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Исследователи Библии знают, что в ее кладовых любого жита найдешь по лопате. То есть на каждый вкус, на любую ересь, в Библии можно найти обоснование. При одном условии, что человек надеется на себя, на свой разум, пренебрегая опытом церкви, невзирая на прямой запрет упражняться в этом. Шестой Вселенский Собор, девятнадцатое правило. Предстоятели церквей должны по вся дни, наипаче же во дни воскресные, получать весь клир и народ словесам благочестия, избирая из божественного писания разумения и рассуждения истины, и не приступая положенных уже пределов и предания богоносных отцов. И если будет исследуемо слово писания, то не инакче да изъясняют оное, но, как изложили светило и учители церкви в своих писаниях, и сими более да удостоверяются, нежели составлением собственных слов, дабы при недостатке умения всем не уклониться от подобающего. Ибо через учение вышереченных отцов люди, получая познание о добром и достойном избрании и о неполезном и достойном отвращении, исправляют жизнь свою на лучшее и не страждут ни дугам, ни ведения, но, внимая учению, побуждают себя к удалению от зла и страхам угождающих наказаний, соделывают свое спасение. В Россию пришло не апостольское христианство, а глубоко испорченное, реформированное греками византийщина. И чтобы понять, почему уже присягу принимали в царской России, необходимо глубокое знание священного писания, канонов церкви и творений святых отцов. Это позволит продраться через хитросплетения и софизмы о государственного христианства. Присяга абсолютно запрещена Христом, как клятва. Ещё слышали вы, что сказано древним, не приступай к клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои. А я говорю вам, не клянись вовсе, ни небом, потому что оно престол Божий, ни землёй, потому что она подножия ног его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя, ни головою твоею не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или чёрным. Но да будет слово ваше, да, да, нет, нет, а что сверх этого, то от лукавого. Иакова 5, 12 Прежде всего, прежде же всего, братья мои, не клянитесь ни небом, ни землёю, никакою другою клятвою, но да будет у вас да, да и нет, нет, дабы вам не подпасть осуждению. Клятва присяга не удержала возле царя ни приближённых его, ни армию, ни полицию. Кругом измена, трусость и обман. Этими словами в момент отречения 2 марта 1917 года царь Николай II подвёл итог всему православию в России. Это отзыв о «духовности» в кавычках, как любят сегодня выражаться. Проще всего свалить вину на жидомасонов. Но чем же занимались 1275 монастырей, 57 тысяч храмов, сотни тысяч монахов, иноков и послушников? На царских заводах царскими подданными отливались штыки и пули, в царских военных училищах учились офицеры, и по замыслу царя православного всё это должно было сохранять и продлять ему жизнь. Но в день изготовления всего этого на этих предметах незримо высвечивался штамп «Для расстрела помазанника Божия в подвалах Ипатьевского дома Екатеринбург вести осторожно, не кантовать». Если бы тогда Иоанн Кронштадтский и подобные ему духоносные мужи веры не были прославителями монархического режима, не кадили царю фимиамом, а прямо и ясно, как делали святые пророки, сказали царю обо всём, что Россия уже погрузилась в кромешную тьму неверия и суеверия, и в этом виновен царь, не родившийся свыше, фотографирующийся с папиросой в зубах, то, быть может, их и бросили бы в ров с грязью, но царь мог бы вспомнить их смертный час и принести должное раскаяние за своё заблуждение. Но ни один иерарх, не считая митрополита Филиппа Колычева, не обличали царей царский дом. Почему? Почему исчез в них пророческий дух? Дух обличения, подобный духу Иоанна Крестителя, талантливый народ, называемый патриотами, богоносцем, сотворивший, по их мнению, святую Русь, оказался в действительности народом-богоотступником, огромной разбойничьей шайкой. Если бы в России были верующие люди, возрождённые христиане, то они бы обличили вождей Белого Движения, мечтавших всё возвратить к своим истокам, но без царя. Почему ни патриарх Тихон Беллавин, ни митрополит Антоний Храповицкий, и никто другой из их соратников не призвал прямо покориться воле Божией и идти в плен, как это делал пророк Иеремия? Все они оказались слепыми вождями и противниками воли Божией. Это нам говорит Святая Библия. Дьявол есть, человекоубийца, и присяга белым или красным предполагает сделать тебя убийцей, хотя бы находился ты в полках Богородицы и Архангела Михаила. И Бог наказал и тех, и других. И кто действительно покаялся в том, о чём говорим здесь? Пример. Местный священник попадает в реанимацию, через неделю умирает. Архиерей говорит, что священник был исповедан, соборован, причастился, всё в порядке. Спрашиваю. Во всём ли батюшка раскаялся, ибо я его очень хорошо знал? Конечно, он даже прослезился. Раскаялся ли он в том, что сотрудничал с безбожными властями, не проповедовал прямо о рождении свыше и вообще молчал, не издав ни единого обличительного гласа? Раскаялся ли он в том, что без катехизации, вместо крещения преподавал за деньги мочения волос на голове? Раскаялся ли в том, что за всю жизнь не наложил ни единой епитимии, ни за аборты, ни за пребывание в партии коммунистов? Нет, об этом я его даже не спрашивал, говорит благочинный. Выходит, раскаяние было только на бытовом уровне, в том, что пьянствовали, блудили, воровали. Теперь каждый скажи себе, было ли раскаяние у батюшки, и достойно ли он причастился, не в суд ли и осуждение? Было ли покаяние у белого движения за кровь, пролитую ими? Не лиенцам ли потом рассчитались? Еремея 6,14 Врачуют раны народа моего легкомысленно, говоря, мир, мир, а мира нет. Сафонии 3,4 Пророки его, люди легкомысленные, вероломные, священники его оскверняют святыню, попирают закон.